Всем привет! Ну что, все готовы к последнему фаворитному видео в этом году? Если да, то давайте скорее приступать к фаворитам декабря! Поехали! Первым нереальным фаворитом в этом месяце для меня стали вот такие вот духи, вот такой парфюм. С виду очень лаконичная баночка, абсолютно к себе никакого внимания не привлекающая. Но этот аромат для меня стал за этот месяц, мне кажется, теперь уже одним из самых любимых. Мне очень нравится Gucci by Gucci, как вы знаете, и теперь мне очень нравится Wood от Disquire. Это очень мягкий, очень нежный, очень глубокий аромат, который супер подходит для зимы. Но мне кажется, летом его тоже использовать неплохо, особенно если на вечер. Он такой очень обволакивающий, он очень женский. Вот сказала очень женский, а потом подумала, что восприятие женщины для каждого по-разному. Для меня женщина это такая очень какая-то роковая, что ли, такая очень уверенная в себе дама. Для кого-то женщина это такая милая, мягкая кошечка. Вот для меня Wood это настоящий женский аромат. Он очень похож на Gucci by Gucci, но он более древесный. Он более, как бы сказать, дерзкий, что ли. Его очень здорово использовать под джинсовые вещи, под что-то такое яркое, а может быть с какими-то кожаными вставками. В общем, отличный аромат для уверенных и дерзких, наверное, в себе натур. Это теперь мой супер фаворит. Я хожу и пахну деревяшкой. И еще мне очень нравится мужской также аромат Wood от Disquire. Так что фаворит номер один вот такой вот парфюм. Фаворит номер два для меня стал откровением. Это вот такое крем-мыло от компании LR. Практически как Люда Раевская, но я к этой фирме, к сожалению, не имею никакого отношения. Это немецкая фирма, новая для меня, и вот ко мне в руки попал вот такой крем-мыло на основе алоэ вера. Алоэ вера вообще очень ценный ингредиент. Если в креме, в геле для душа, в крем-мыле есть алоэ вера, то значит продукт должен быть хороший. Мне очень понравилось это мыло. Оно очень мягкое, оно очень деликатное. В ней нет никаких парабенов, ничего-ничего плохого. И как мне показалось, это просто идеальное мыло, интимное мыло. Интимное мыло, мыло для лица и мыло для зоны декольте. Именно для этого я использую данный продукт. Он очень мягкий, очень хорошо очищает, и я на 100% уверена, что у меня не будет никакой аллергии. Потому что недавно, я не пойму после чего, мне кажется, и после какой-то косметики, у меня появилась небольшая аллергия на груди и чуть-чуть на подбородке. Слава богу, я ее вывела, и теперь я очень аккуратно отношусь к тому, что я мажу и чем я моюсь в душе. Так что гелем для душа я для декольте лица не пользуюсь. Я пользуюсь вот таким крем-мылом от LR. Вообще, в Москве достать эту фирму очень сложно. Но ниже под этим видео, в боксе для описания, я вам оставила контакты девочки Ритули, мои подружки. Она очень хорошо понимает в этой фирме. Она вам поможет и расскажет даже лучше, чем я. Итак, фаворит номер 2 для меня вот такое крем-мыло. Чудо, абсолютно мыло от компании LR. Алоэ Вера. Фаворит номер 3. Никогда мы не обходимся без лаков. И в этом месяце это вот такой нежно-лиловый лак от Эсси, который называется Nice is Nice. Потрясающее название. С первого взгляда для меня это был абсолютно не зимний лак. Но в один из вечеров мне захотелось снежинок на своих ногтях. Почему-то я взяла именно этот лак, добавила туда блестящих снежинок, и получился абсолютно невероятный зимний маникюр. О плюсах и минусах Эсси я вам рассказывать не буду. Я лично абсолютный фаворит. Я влюблена в эти лаки на 100%. Кому-то эти лаки вообще не нравятся. Так что мы не говорим про качество лака, мы говорим сейчас про цвет. Цвет действительно очень такой софистикейт. И тут, как говорится, очень интересный. И не в каждой линейке лаков можно найти подобный цвет. Это лилово-молочный замаскообразный, наверное, цвет. Я на самом деле супер фанат вот таких пастельных лаков, немножко с эффектом замазки. Для меня лучше, чем такие лаки, ничего не существует. Итак, третий фаворит это Эсси. Nice is nice. Четвертый фаворит. И я, как всегда, не обхожусь без странностей в моих фаворитных видео. Сегодня это обычный яблочный уксус. Вы знаете, что я немножко помешалась на волосах, на красоте волос, на здоровье волос. Мне очень нравится все натуральное. Мне нравятся бабушкины советы. И наслушавшись этих советов, я стала через раз, как я мою голову, ополаскивать после мытья вот таким яблочным уксусом. Я его развожу в прохладной водичке и ополаскиваю волосы. В меньшей степени кожу головы, в большей степени длину волос. Мне очень нравится эффект. Самое главное, волосы начинают очень хорошо блестеть. Они прям мерцают, если честно. И второе, не знаю, насколько это связано. Может быть, это связано просто с холодным прохладным полосканием. Волосы не так быстро загрязняются. Это тоже огромный-огромный плюс. Есть маленький минус в ополаскивании яблочным уксусом. Это аромат. Специфический запах, наверное, не аромат. Такой немножко с кислинкой. Но он появляется только, когда вы переборщите. Когда вы концентрацию уксуса сделаете высокой. Если концентрация будет не такая высокая, то и запаха этого аромата не будет. Итак, фаворит номер 4. Это обычный яблочный уксус. Который стоит очень-очень дешево. Но который позволит вашим волосам блестеть и переливаться всеми цветами радуги. Вне зависимости от того, каким шампунем или кондиционером вы пользуетесь. Продолжая тему волос, я хочу рассказать вам про пятый фаворит. Я не буду очень много про него говорить. Потому что вы все с ним знакомы. И все рано или поздно когда-то его использовали. Это всем известный шампунь от Natura Siberica. Мой шампунь это шампунь для всех типов волос. Кедровый, скланник и медуница. Объем и уход. Многие писали мне, что от Natura Siberica очень сушится голова и появляется перхоть. У меня ничего подобного не происходит. И именно поэтому этот шампунь попал в мои фавориты декабря. Но не только поэтому. На самом деле это шампунь абсолютно нереально дающий мне объем. Я очень люблю объемные волосы. Я для этого делаю все-все-все только что могу. И вот этот прекрасный серенький неказистый шампунь дает мне супер крутой объем. Им я мою голову один раз в два дня. Вообще это в принципе я так мою голову. Очень редко я мою голову каждый день. Стараюсь этого избегать, чтобы сильно свои волосы не мучить. И я пользуюсь вот такой Natura Siberica. Для меня это всегда очень круто. Для меня практически это праздник, когда ты находишь дешевое, но очень действенное средство. И когда ты понимаешь, что ты не сильно мучаешь свои волосы. Я для себя вот такое средство, которое мне дает объем, такой шампунь нашла. Это Natura Siberica. Мне очень нравится его аромат. Цена тоже очень-очень привлекательная. Надеюсь, что после Нового года она не сильно поднимется. И я буду продолжать пользоваться своим фаворитом номер 5 в декабре. Natura Siberica объем и уход. Ну и последний фаворит. Ну и последний, шестой фаворит в декабре для меня стала вот такая маленькая коробочка. Маленький тюбик от L'Oréal. Это их новая помада, которую они недавно выпустили. Очень похожа на Eves Saint Laurent. Мне кажется, специально она похожа на Eves Saint Laurent. Но по качеству она замечательная. Мне она понравилась. Мне она понравилась по текстуре. Мне она понравилась по тому эффекту, который она создает. Цвет мне подошел идеально. Мой цвет это 600 Nude Vibrato. Он сейчас на мне. Не знаю, насколько вам видно. Это и помада, и блеск. Но блеск это не такой, чтобы с губ практически капало. Терпеть не могу такие блески, когда практически губы у вас в жире в каком-то намазаны. Это такой благородный блеск. Но в то же время он дает и цвет. Цвет помады. Конечно, то, как она сделана. Это очень красиво. Это ощущение, на самом деле, как будто лак для ногтей. Очень удобная лопаточка, которой вы наносите помаду на губы. В общем, я оставлю этой помаде твердую пятерку. Может быть, малюсенький минус за то, что она вначале чуть-чуть липнет. Но, наверное, этот минус я уберу, потому что эта помада очень приятно пахнет таким нежным персиком. Итак, последний мой фаворит на сегодня и последний мой фаворит в 2014 году. Это помада от L'Oreal Nude Vibrato. Ну вот и все. Вот и закончила я свой рассказ про фавориты декабря. На этом заканчиваются фавориты в 2014 году. Я очень надеюсь, что вам было интересно, что вам было познавательно. Какие-то вопросы пишите во все соцсети, которые только имеются. Я везде присутствую. Спасибо вам огромное за то, что продолжали и продолжаете смотреть мой канал. И обязательно еще увидимся в следующих видео. Пока-пока!